Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». В гостях у меня сегодня Юрий и Владимир Местрюковы, скульпторы. Ребят, здравствуйте! Здравствуйте! Вот недавно вы вернулись с открытого Кубка России по ледовой и снежной скульптуре. Вот об этом немножечко чуть попозже, да? А пока скажите, вообще вы делаете, получается, скульптуры из чего или из-за всего? Как? Лед, камень, металл, дерево. Все, что попадается под руку. А как вообще давно вам все это попадается под руку? Как давно этим занимаетесь? Ну, лет 10. Ну, работаем в камням работе уже больше 10 лет и постепенно пришли к другим материалам. Ну, как вообще пришла такая идея в голову? Старшие товарищи занимались этим. Мы узнали и очень захотелось, и не смогли устоять. Ну, наверное, безумно сложно. Безумно интересно. А сложность, когда удовольствие получаешь, сложность отступает на второй план. Камень, дерево, лед – это сильно различается процесс? И какой процесс самый сложный или, может быть, самый интересный? Различается принципиально. Со льдом легче и приятнее всего работать. Так он же тает. Да это ничего страшного. Сделать успеваем обычно перед тем, как растает. Холодно только бывает. А в остальном – благодарный материал, удовольствия много. А вот именно льдом вы как давно занимаетесь? Я чуть-чуть побольше, лет 8, может быть, 10. Брат меня подтянул в ледяное вояние лет 5 назад. Где-то так. А вот конкурс, который был, Кубок России. О нем расскажите, пожалуйста, вообще, как это все проходило, как долго это проходило, как долго готовились. Ну, проходил этот кубок вообще в пятый раз, это пятый кубок, но мы участвуем в нем второй. Работа над эскизом – это очень долгая работа. То есть брат вынашивал идею около года. А насколько я знаю, тема была «Космос», да? Космос. Она была известна заранее? Да. За полгода где-то потенциальным участникам рассылается тема фестиваля. Это в разные точки мира летят письма. Художники работают над эскизами. Отсылают это с помощью интернета организаторам. И уже на этом этапе проводится конкурсный отбор, кто приедет и будет участвовать. Ну, мы его успешно прошли. Ну, это такой сырой эскиз на уровне идеи. Показывается организаторам. И они решают, что хотят увидеть это вживую. Да. И уже потом, исходя из того количества времени и материалов, которые предоставляют организаторы в формате мероприятия, разрабатывается детальный подробный эскиз сечения, планы, развертки, трафареты. Ну, такая техническая долгая работа. Зато это потом уже облегчает работу непосредственно на льду. И сильно экономит время. Потому что формат фестиваля – это пять дней работы на площадке. Время строго регламентировано. Это с девяти до семи, да, мы работали? С девяти утра до семи вечера. Каждый день. Да. Ну, обед, естественно. Да, 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 как положено. Вот, то есть фактически пять дней мы работаем руками, как и все. Ну, и потом уже работает жюри. А жюри сверяют вот эскиз и то, что готово. Насколько это совпадает и как? Ну, и главное, чтобы принципиально было схожесть, и к деталям они не придираются. Ага, то есть если у вас на эскизе нет какой-то финтифлюшки, а вы решили ее там нафинтифлить, то это как бы не проблема. Эскизы часто дорабатываются в процессе. Несмотря на подготовительную часть, что-то материал диктует. Когда видишь в объеме, а не на бумаге, какие-то свежие решения находятся. Или что-то добавляем, или убираем. Ну, это такой живой процесс, не математика. Сколько было участников? 20 команд. 20 команд, да, из 14 стран. Ну, это 10 команд лед, 10 команд снег. Вот у вас какие ощущения от того, что вы кубок получили? Привезли в наш город. Очень неожиданно, на самом деле. Неожиданно? Ну, были смелые надежды, что попадем в тройку. Но то, что первое место, это, конечно, какая-то сказка. Зимняя. Зимняя, да, пермская. Ага. А вот, тем не менее, да, вы видели работы других участников. Что-то для себя, может быть, открыли. Чему-то, может быть, еще захотелось там научиться, или в следующий раз это воплотить. Процесс обучения, да, проходит перманентно. То есть постоянно опытом делимся, подсматриваем друг у друга. Вертим по сторонам. И это главный плюс фестивалей, когда собираются люди с разными подходами, с разной подготовкой. И от подхода к теме до того, какими инструментами пользуемся. Постоянно смотрим по сторонам, общаемся с ребятами. Большие, добрые люди, художники. Никто не отказывает. А вот, кстати, инструменты. Это какие-то специальные инструменты? Насколько их много? Их надо брать с собой как? То есть вы едете с ящиком каких-то инструментов? С собой 30 килограммов различного железа. Но вот у нас Володя больше по инструментам, наверное, расскажет подробнее. Ну, основное – это бензопила. Всю грубую работу делаем бензопилой. Ну, либо электрической. Но мы больше любим с братом работать бензиновой. Они мощнее. Также используются стамески, то есть это отточенные до бритвенного состояния кусочки железа, которыми проходит уже доводка финишная. То есть, чтобы лед блестел, играл. Ну, различные также терки, железо, ну, много всего. Сковороды, фены, кипятильники. Да, 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 это большой набор. Оно-то в Перми холоднее, чем у нас, я так полагаю, да? Ну, да. Это Урал суровый. По градусам там холоднее, но в 25 там комфортнее, чем здесь, в 10. Что называется, по ощущению. Да. Вот есть такая графа в прогнозе погоды, по ощущению. Да, да, да. Меньше влажность. Там как-то ласковый мороз. А вот скажите, а для того, чтобы это делать, ну, наверное, нужно как-то тренироваться, да, все-таки? Вот как это происходит? У нас зима, ну, слава богу, не круглый год, да? Ну... То есть летом вы можете как-то потренироваться в возготовлении ледовых скульптур? Нет, не можем. Летом мы можем рисовать, мы можем резать по дереву, но между фестивалями у нас остается небольшое время. Мы приезжаем на озеро, своими силами выковыриваем куски льда с поверхности. И, ну, в общем-то, так вот мы и начинали здесь, в Рязанской области. Вот мне всегда интересно было, да, откуда вообще лед берут? С озер. Добывают, режут здоровыми пилами. Это суровые, подготовленные, специально обученные люди. То есть это при этом надо туда еще не нырнуть? Ну, желательно. Ныряют всегда. Всегда. Поэтому это делается в настоящих водоемах, только без течения, чтобы можно было вылезти. Ну, это, вот работа на озере, это тяжело. Это в воде, на морозе, это надо иметь особый склад. Ну, искусство требует жертв. Получается, что да. А вот, ребят, поздравляю, на самом деле, вас абсолютно искренне, очень здорово, это все с победой. А какие планы на будущее где-то еще участвовать, к чему стремиться? Ну, вот в начале февраля едем в Йелгаву, в Латвию, в международный фестиваль ледовый. Тоже будем принимать участие. И останавливаться мы не собираемся. Ну, это, да, это ближайшие планы. Тема уже известна? Тема маски. А в этот раз, кстати, у вас называлась скульптура, как называлась? Космический танец Шивы. А теперь будут маски. А теперь маски. Вы уже горите энтузиазмом? Мы уже, да, у нас была небольшая проблема бюрократическая, там, с визами, документами, но все, она вроде решилась, и сейчас надо точить стамяски, готовить инструмент и в бой. Насколько, кстати, долгая подготовка обычно? Ну, это несколько дней. Несколько дней, потому что от инструмента много зависит. Скорость и качество работы, да, это все инструмент. А какое-то внутреннее состояние вот тоже нужно как-то подготовить? Внутреннее состояние у нас... Чтобы творилось. ...с кубком подготовилось. То есть позитивно верим в себя. Не остановить нас теперь. Ну что ж, ребята, желаю вам удачи. Спасибо вам огромное за то, что пришли и вот за такую красоту, которую вы сделали. А нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня сегодня были Юрий и Владимир Местрюков, скульпторы. Это программа «Городские встречи». Увидимся. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.